Аксу является поселком самой глубокой и интересной истории. В этом году поселок Степногорского региона отмечает свое 90-летие. И все эти годы его развитие было непрерывно связано с золотодобычей, ныне действующим предприятием АОГМК «Казахалтын». Все же основную историю поселка творят его люди. Именно благодаря усилиям местных жителей сохранился Краеведческий музей, который вобрал в себя экспонаты и документы с момента образования поселка по настоящее время. Директор школы номер один, где расположился музей, Саят Муканов, один из самых молодых директоров Степногорского региона. В интервью медиа-центру Степногорска он рассказал о готовности школы к новому учебному году, а также поделился планами на будущее. На настоящий момент 206 учеников, это получается с 1 по 11 класс. Естественно, еще есть целый август, дети еще приходят, родители пишут заявление. Планируется больше 210 человек, плюс еще подвоз с Бугимбаев. С прошлого года к нам приезжают дети с Бугимбаев в количестве 10 учеников. В этом году еще трое детей в 5 класс приходят. При школе еще работает мини-центр Балауса с 2007 года. Получается 40 детей с 2 лет до 5, 20 в русской группе, 20 в казахской группе. На территории поселка функционируют три школы. В каждой из них имеются мини-центры для детей дошкольного возраста. В текущем году в основной школе поселка была отремонтирована кровля на сумму 2 миллиона 500 тысяч тенге. В котельной школе номер 2 проведена работа по замене кабеля. Продолжается ремонт запасного выхода тамбура и крыльца мини-центра. В школе номер 1 уже завершены работы по ремонту музея и идет активная подготовка к приемному дню. Отопительная сезонная работа уже подошла к своему завершению. Остались небольшие штрихи, но в целом уже подготовка, можно сказать, 99%. В этом году у нас были заменены краны, это в подвале, да, то есть такой, был более-менее такой большой ремонт, потому что старые краны уже вышли из строя в этом году. Ну, естественно, вовремя нас отдел образования всем снабдил, сважные работы были проведены. Теперь промывка, то есть опрессовка путей осталась только эта. Руководство поселка особое внимание уделяет поддержке многодетных семей и социально уязвимых категорий населения. В текущем году адресную социальную помощь получили 25 семей, трудоустроено 26 безработных граждан. С начала года запланировано открытие 8 объектов бизнеса. В настоящее время 6 уже функционируют. В рамках проекта Бастау обучение прошли 3 жителя поселка. В рамках данной проекта 2 жителя поселка получили гранты для реализации собственных бизнес-планов. Одним из них стал Азамат Инжибек, получивший грант в размере 100 мрп для разведения скота на домашнем хозяйстве. Я участвовал в проекте Бастау и получил грант на сумму 252 500 тенге. На полученные средства собираюсь купить 9 баранов. В дальнейшем планирую развести скот до 20-30 голов в течение 3 лет. Помимо этого планирую реализацию мяса и шерсти баранов. В целом для ведения животноводства в поселке имеются все необходимые условия. Проведена вода, имеются пастбища. Для того, чтобы у сельчан было место для отдыха и проведения мероприятий на открытом воздухе, по инициативе местного Акима Марата Смогулова начато обустройство парка. Он расположится в административном центре поселка. К слову, в Акимате решили использовать в обустройстве парка и современные энергосберегающие технологии. В рамках Рухани-Жан-Гру в этом году в поселке Аксу мы обустраиваем парк отдыха для наших жителей поселка. На сегодняшний день установили ограждение по периметру. Общая площадь составляет 4000 квадратных метров. Также в дальнейшем будут устанавливаться скамейки, урны, а также в рамках реализации энергоэффективности мы будем устанавливать солнечные батареи. То есть у нас освещение будет на солнечных батареях. Празднованию юбилея поселка планируется завершить и ремонт местного дома культуры. Такого ремонта здание не видело с момента своего возведения. Но совсем скоро для удобства жителей будет открыт вновь отреставрированный зрительный зал. В этом году на ремонт дома культуры выделено 11 миллионов тенге из областного бюджета. На сегодняшний день уже ведутся работы. Ремонт зрительного зала на 200 мест и ремонт холла. То есть до 15 августа все ремонтные работы должны завершиться. Все мероприятия будем проводить уже в новом, отремонтированном в Доме культуры. С начала года местной администрации проведена большая работа и в сфере благоустройства и санитарной очистки. На шести улицах поселка, где уже имеется уличное освещение, была произведена стопроцентная замена ламп на энергосберегающие светильники. Работы продолжаются уже благодаря спонсорской помощи. Ведутся работы по подключению домов к централизованному водоснабжению. Напомним, что общее количество потребителей составляет 728, подключено свыше 400 домов. Кроме того, отремонтировано около 3 километров дорог внутри поселка. Среди планируемых мероприятий установка новой игровой площадки по улице Ауэзова. Уважаемые жители, в этом году исполняется 55 лет нашему городу Степногорску, а также 90 лет нашему любимому поселку. Я хотел бы поздравить всех наших жителей с этой юбилейной датой, пожелать им здоровья, счастья и благополучия. Субтитры создавал DimaTorzok